Детский смех и возгласы болельщиков доносили со стадиона «Юниор». Сначала малыши участвовали в индивидуальном конкурсе под отжиманием, где им предстояло проявить силу и выносливость. Потом ребят ждали интересные эстафеты. Спортивный азарт настолько захватил детей, что они не замечали происходящего вокруг. Были веселые старты у нас и индивидуальные упражнения на выявление самого быстрого, ловкого и сильного игрока. Были сначала индивидуальные соревнования, они состязались за индивидуальный приз, а потом у нас были командные. Это эстафеты. Все этапы соревнований проходили в напряженной борьбе. Для команды организовали различные конкурсы с мячом, где ребята смогли проявить спортивные способности и навыки. Екатерина Воронина правильно выполняла все задания и помогала своей команде догнать лидеров соревнований. По мнению Кати, самым интересным был конкурс, где ребята выполняли задания, держась за руки. Первый побежал, тронулся до фишечки, другого взял, потом опять вдвоем, потом третий, четвертый, пятый и так до конца. Глеб Казаков играет в хоккей. В секцию мальчик вошел, потому что любит холод. А хоккей – один из самых интересных зимних видов спорта. По мнению юного спортсмена, на таких мероприятиях можно проверить физическую подготовку и просто весело провести время. Мне хотелось бы таки устраивать праздники каждый день, чтобы такие же тренировки были все время. И в основном очень мне нравится. Все участники соревнований получили сладкие призы, а самым сильным и ловким вручили памятные грамоты. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был быстрым, сильным и здоровым, то тренеры Дюши Саров приглашают мальчишек и девчонок в секцию хоккея. Набор ведется от пяти лет. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24.